здравствуйте друзья есть в английском языке такое слово как и каунта билл эти или вот и каунта был так человек и каунта был то есть он на него можно положиться он отвечает за то что он делает вот общий такой смысл я думал каким бы так одним словом перевести вот это и каунта был на русский язык и вроде получается там надежный ответственный и так и так и и все равно это не совсем то что у нас вкладывается в слово и каунта был в английском языке я в конечном счете пришел к слову подотчетный вот человек который подотчетен да вот он то что он делает он подотчетен он должен рассказать показать и он бывает что он должен ну просто по должности по должности или там скажем вы взяли у банка деньги на строительство дома вы дали планы планы утверждены и банк приходит и смотрит как расходуются деньги и вы подотчетный мы все где-то в каких-то обстоятельствах там кому-то подотчетный да когда мы чужое особенно взяли да когда мы сами с собой нам вроде перед кем отчитываться но когда мы подотчетны кому-то да у нас есть начальник мы подотчетным и вот должны за свою зарплату там отработать и что-то сделать и так далее и люди не любят быть подотчетными чё нам вот когда ты сам с собой например так ты не подотчетный когда ты вынужден ну конечно бывает что это просто часть жизни это вынужден но не то чтобы мы это любили или нам это нравилось мы конечно делаем даже деваться некуда но кто хочет быть подотчетным и эта тема интересного разговора который у нас будет впереди я просто хотел такую затравку дать чтобы вы немножко подумали вот есть такая хохмачка вот дали человеку там булыжник 10 килограммовый год будешь носить и он ведь ничего себе с булыжником ходить там еще за радость такая а вот дали человеку 10 килограммов тоже но бриллиантов так в мешочке и он гидайте 20 понимаете это же не то же самое что булыжник носить то так вот получается такая история что когда человек сам по себе живет ему раз булыжник так это ноша это как бы такая ему нагрузили а когда человек какую-то миссию выполняет ну скажем общественную какую-то вот он взял там каких-то денег собрал там с людей и он должен на них что-то сделать я не знаю что там детский дом построить или там какой-то благотворительность да у него вот какая-то такая общественная миссия он не зарабатывает на этом а он вот так выполняет общественную такую работу нагрузку и так далее тогда это перестает быть для него нагрузкой которая на него повесили это для него становится частью той миссии которую он делает это как но как сказать я не хочу сказать благословение божье но но близко к тому это это так и вот мы на эту тему и поговорим почему мы не хотим быть аккаунта был почему мы не хотим быть подотчетными и как с этим быть и вообще я считаю это будет у нас очень интересная тема я должен немножко с мыслями собраться сформулировать и мы к этой теме обязательно вернемся все счастливо